Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, не другие. 5 марта 1953 года, 70 лет назад, умер Иосиф Сталин. Надо сказать, что я во всех своих проектах, на разных каналах, беседуя с самыми разными собеседниками и не обязательно с политиками, вопрос про Сталина задаю. А вы верите, что человек может, отдельный взятый человек, изменить ход истории? Конечно, конечно. И неоднократно, и философ, и великий Сталин учил, что роль личности в истории. Вот вы сейчас сказали, я перебью просто великий Сталин, и сразу вызовет реакцию очень многих зрителей крайне негативную. Ну и реакцию негативную также со стороны меня и моей семьи, потому что в моей семье очень многие пострадали от сталинских репрессий. Вы знаете, в 43-м году Калмыков выслали в Сибирь, и более 50% населения погибли от холода, голода во время этих репрессий. Но у меня, наверное, вырвалось слово «великий» с точки зрения глобальной такой истории, с точки зрения российской империи, от роли личности в истории. Да, были жертвы, были миллионы. Столи эти жертвы или не нужно было миллионы отправлять на Калмыкову в Сибирь? Но, с другой стороны, стала великая держава. Мы построили Днепрогресс, мы построили все те заводы, которыми пользуются сейчас олигархи или предприниматели, уважаемые и так далее. Все это было построено во время Сталина. Атомная бомба, можно сказать, основы того, чтобы первый человек, который полетел в космос, был Юрий Гагарин, гражданин Сибирь. Неожиданно было это услышать, это Люмжи, но я понимаю, если бы про Ленина велико сказать, что Ленин калмык. Здесь я перейду к теме, которая в лурке, в статье про вас обозначена, как самая для вас такая, ну, больная. Это тема Сталина. Написано, что для того, чтобы вас как-то расшевелить или вывести себя, достаточно упомянуть имя вождя, и вы сразу как-то воспламеняетесь. Пока не вижу. Да нет, мне кажется, это какая-то глупость. Штамп. Ну, не штамп, понимаете, у нас ведь достаточно, на самом деле, оголтелое медийное пространство. То, что ты говоришь флегматично, спокойно и рассудительно превращает в какую-то твою истерику. Ну, собственно, то, что я там в соцсетях могу, так сказать, послать куда-нибудь Сталина подальше, это не значит, что я это готов сделать вот сейчас, иначе бы я это обязательно сделал. Но я это не могу сделать, потому что это другой жанр. Соответственно, я, будучи по образованию историком, а это достаточно сильное образование, оно не вытравляется никакими усилиями, отношусь к любым историческим персонажам довольно спокойно. Они уже умерли давно, да, и все их попытки там воскрешения в современности, они не имеют никакого смысла. С тем же успехом можно быть поборником Чингисхана или Наполеона Бонапарта, да. Это все уже факты другого времени, да, то есть нашего времени. К тому Сталину это уже не имеет никакого отношения. То, что, так сказать, кто-то пытается реанимировать Сталину, причем достаточно массово, говорит, ну, о каком-то нездоровье нации. Почему нездоровье? Ведь это делается вполне с прагматичной целью, как мне кажется. Нет, ну, те, кто, видимо, это затевают, делают с прагматической целью. Те, кто это поддерживают, я, видимо, не очень морально здоровы, потому что как можно вообще, там, убийцу миллионов людей считать каким-то символом страны, да, это значит, что ты одобряешь это убийство? Ну, все, допустим, крупные военачальники, вожди, помянутые Чингисхан, Наполеон, они все на самом деле были убийцы. Мы же говорим не про то, что там человек вот своими руками убивает, а он отдает приказы или создает такой вот политический контент. Ну, все-таки в отличие от Чингисхана и Наполеона, Сталин прежде всего уничтожал собственный народ, да, здесь есть разница, да, это человек, организовавший один из самых страшных геноцидов в истории человечества, а не только там в истории России. И испытывать к нему какие-то положительные эмоции, я считаю просто признаком аморальности или моральной незрелости, скорее, даже не аморальности, а моральной незрелости. То есть люди не прошли какой-то нравственной школы, которая позволяет отличать добра от зла. Я думаю, это глубоко не христианское, конечно, поведение. Ну, вообще, на самом деле, тезис о том, что Россия христианская страна, он весьма сомнительный, потому что очень легко отказались от православия в том же 17-м году, буквально за год, за два раз, и все это забыли. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сталин является одним из персонажей вашего полотна. И Гитлер тоже. Да, и Черчилов. И Сталина вы рисуете не так, как его принято рисовать в полотнах либералов. Почему? Я его рисую в каком-то смысле еще страшнее. Просто я его не рисую плоским. Я его не рисую одномерно. Я стараюсь понять, как он встроен в российскую историю. Я стараюсь проследить генезис появления этой фигуры. Мне просто оценка этой фигуры историческая своего рода лакмусовая бумажка, по которой многие определяют свой-чужой. Напрасно. Я думаю, что это скорее светский прием, нежели исторический анализ. Это все равно как определять по гвоздике, по бутоньерке или по ленточке, к какому лагерю ты принадлежишь. Но я все-таки предпочитаю по мыслям и высказываниям определять. Нет. Определять по Сталину, смешно так же, как смешно определять по отношению к Ивану Грозному, что вы думаете. Поймите структуру русской истории, поймите закономерность появления этого человека. Никто не говорит о том, хороший он или плохой. Он вне морали существующий человек. Но политики вообще вне морали. Любой политик вне морали. Как и Гитлер и так далее. Но существует нечто, что следует оценить с точки зрения российской истории и всех контаминаций, происходящих в обществе. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Все это вложено. И такие глубинные вещи мы с вами немножко уже коснулись до эфира о том, что, так сказать, вот эта жажда старшего человека, жажда отца, жажда сильной руки, жажда защиты в конечном счете. Это очень глубоко укоренено в психике человека, в его сознании, в его подсознании. И, может быть, некоторые особенности и этой книги, и жизни нашей страны связаны с тем, что очень хочется иметь отца, который бы за все решил. А, кстати, это поколение безотцовщины. Это поколение, которое очень нуждалось в отце. И, может быть, любовь к товарищу Сталину. Когда говорите безотцовщину, вы имеете в виду просто биологическую безотцовщину, потому что отцы погибли на фронте. Да, конечно. Да, но всегда ребенок ищет себе какую-то замену. Конечно, заменитель, заместитель. Да, и, скажем, смерть Сталина, она здесь описана в последних главах книги, это, конечно, потеря отца для огромного количества людей, и маленьких, и взрослых. Это было, так сказать, ударом, таким, так сказать, очень глубоким, потому что отца нет. И это все там отражено. Я не очень, там, в каждой главке, каждому этому разделу предшествует небольшой мой текст. Я старался его делать не очень таким заумным, а, так сказать, на сегодня мы с вами... Да, доходчивым. Но сегодня мы с вами как бы вне рамок этой книжки можем немножко выйти направо и налево. И должна вам сказать, что для изучения психологии поколения, к которому я принадлежу, ну и, собственно говоря, естественно, захвачено и более старшее поколение, и более младшее, это чрезвычайно интересная книжка. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. В этом контексте про ваши отношения к фигуре Сталина, наверное, можно вопрос не задавать. Я всегда за объективность. Мы ни в коем случае не должны забывать эти страшные, абсолютно ненужные репрессии. Вы знаете, я когда работал в Монголии в годы перестройки, вся перестройка прошла, я в Монголии в геологии работал, как тогда говорили, курица-немхица, Монголия не за границей, но тем не менее за границей. Я там выписывал все, без исключения, журналы и газеты Советского Союза. Вот реально все. Они приходили с опозданием, но вот все какие-то только журналы были, потому что там это, во-первых, было очень дешево, во-вторых, очень была тяга велика. И чувствовать, что там вообще происходит. И тогда несколько лет издавался журнал «Известия ЦК КПСС». Этот журнал, по-моему, то ли 4, то ли 5 лет издавался, потом прекратил свое существование в 1991 году как раз. И начиная с какого-то журнала, там стали печатать мартировок. Это вот прямо списки расстрелянных людей. И там фамилия, имя, отчество, год рождения и должность, ну или как бы кто-то на момент расстрела. И вот есть этот миф о том, что Сталин боролся внутри своего аппарата, убирал делегатов съезда победителей и так далее. Значит, я помню, какой ужас меня охватывал, когда я читал эти списки. Там десятки страниц, вот от фамилии. И вот просто где колхозник, 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 рабочий, 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 лидер, колхозник, 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 бухгалтер. Колхозник, колхозник, рабочий, 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 заместитель, помощник какой-то, управы, села. То есть просто массовые репрессии людей в самом низу. Мне не попались, по крайней мере, никаких маршалов. Это все было, это мы тоже помним. Это с одной стороны. С другой стороны, как нежестоко была проведена коллективизация, и, на мой взгляд, не нужно было это делать, и также индустриализация, если бы этого не было, история и конец Второй мировой войны, возможно, был бы иным. Советский Союз был готов. Про, опять же, ошибку Сталина, начало войны не верил и пропустил. Он же ждал, что его буквально чуть ли не арестуют за то, что он верил, что Гитлер не нападет, он напал. Но потом, эти 10 сталинских ударов, понятно, войну выиграл наш советский народ. Огромным героизмом, огромным трудом, но Сталин здесь тоже свою роль сыграл. Поэтому и черное, и белое. Главное, ничего не забывать и не делать ни видающегося строителя коммунизма, и делать вид, что, как некоторые тут говорят, да всего-то там 837 тысяч было расстреляно. Ну вот, если вот всего-то, значит, да, тогда вот здесь, на этом дискуссия должна быть закрыта. Вера, по очень сложной ассоциации, которая, надеюсь, будет понятна и вам, и зрителям, я вспомнил ваш вопрос Владимиру Путину относительно фильма «Матильда», когда вы спросили об отношении президента и назвали то, что происходит вокруг фильма «Матильда» чудовищно. Но ведь, на самом деле, масса людей православных, они были априори оскорблены вообще идеей экранизации вот этой всей истории любовной между балериной и императором. Вы эти вещи учитываете вообще, что есть люди, которые действительно верят, и они, может быть, с точки зрения, скажем, светского социума не всегда адекватны? У нас в России очень сложно об этом говорить, потому как даже празднуют День Победы, мы понимаем, что кто-нибудь в демонстрации понесет и портрет Сталина, потому как порой шли умирать за веру, да, за отечество, это еще до революции, за родину, за Сталина. Хотя была еще шутка «За родину заставили», такая была острота «За родину за Сталина». Поэтому в наше время очень сложно отделять. С одной стороны, мы идем парадом, мы гордимся, я сам прошел парадом в Бессмертном полку, причем не для камеры, не для пресса. В этом году? В этом году я прошел по Красной площади со своим дедом. Я был счастлив, что мой дед, который приезжал в Москву, он был на Красной площади, но парадом он ходил всегда в Лысково. А в Нижегородской губернии, там, в маленьком городишке Лысково, мы всегда звонили, дедуля, дедуля, поздравляю, он только что вернулся с парада, там, в Лысково. И я впервые пришел по Красной площади со своим дедом, его женем живых, а я с ним прошел. И мне тогда было так хорошо. Вот это ощущение, что мы с дедом вместе идем по Красной площади. И тем не менее, я прекрасно понимаю, что кто-то умирал из-за Сталина. Потому что мы знаем о том, как Иосиф Васильевич расправлялся с народом-победителем, потому что ему был опасен народ-победитель. Мы знаем. Но есть огромное количество ветеранов, есть огромное количество старших поколений, которые до сих пор верят. Поэтому у нас в России все вот, знаете, вот так вот по краешку, туда-сюда, можно свалиться, упасть, и возникает некий скандал. Равно как сейчас, допустим, взять, пойти и сломать памятник, допустим, того же Сталина, который все-таки у Кремлевской стены. У нас бюсты там многих, в том числе и военачальников, которые, по идее, хорошо бы перенести в какое-нибудь другое место. Ибо Красная площадь, это Красная площадь, отнюдь не кладбище, равно как и Владимир Ильич Ленин, который, мне кажется, простите, не буду говорить. Опять же, видите, как у нас, вот скажешь так, вот видите, вот видите, по тонкому льду мы ходим. Хотя, с другой стороны, господа, ну почему бы не придать земле действительно на родине? И те, кто хотят почитать, пожалуйста, почитайте. Почему это делать именно на нашей парадной Красной площади? Я до сих пор не понимаю, хотя я родился в Советском Союзе, и уж сколько раз я посещал Мавзоле Ленина, я, честно, даже не припомню. Но раза четыре точно стоял в очереди от Александровского сада, проходил, проходил в ужасе мимо Владимира Ильича, потому что это было, знаете, такое абсолютно хорроу. Если такое просто восставший заданное, не знаю, что-то страшное, это уже... С школьником, да? Конечно, конечно, с пионерским галстуком. Меня принимали там, наконец-то получили в пионеры у памятника Ленина. Сейчас, когда я вот был в Кремле, я пытался с трудом найти этот памятник, у которого меня принимали в пионеры. Не нашел. Памятника уже нет. Но Мавзолей остался. Видите как, у нас действительно по тонкому льду. Так же, как и история с Николаем Вторым, при той страшной, страшной мученической смерти всей семьи, причисление к лику святых. Тоже не совсем, знаете, все так гладко, ибо, допустим, вот мнение, допустим, Бориса Акунина, к нему тоже по-разному относится, да? А я вот с удовольствием читаю, и в «Алмазных крестницах» сейчас вот эту инагруацию, ну, с удовольствием читаю. Вы знаете, такое чтение для удовольствия. Вот читаю, и мне нравится. Он, допустим, говорил, почему наша русская православная церковь причислила к лику святых только семью, а тех, кто добровольно пошел с ними и сложил голову, не причислила. Они ведь пошли не потому, что служили, они верой и правдой. Верой и правдой. Они не струсили, им предлагали уйти. Предлагали верой и правдой. Повар, по-моему, там, да? Горничный. Горничный. Они были рядом. Они недостойны. Наверное, ну как, кто-то скажет, нет, ну почему нет? Ведь, мне кажется, ощущение святости, я не знаю, вот какого-то высшего полета, мы не говорим о людях земных, мы говорим о ощущении вот этого высшего полета. В этот момент тоже происходит, когда человек решает героический поступок. Я не знаю, для меня все герои, они святые, потому что они герои, они преодолевают свой собственный страх, как войну. Свой собственный животный страх. Для того, чтобы спасти огромное количество своих товарищей, шли и бросались по танк, допустим. Что в этот момент происходило в человеке? Что это? Что это за чувство? Что это не та самая святость в этот момент, когда ради других, не ради себя, или за ту же самую родину вдруг пойду и умру. Но ведь есть нормальный животный человеческий страх заставить вот так вот с бухты-барахты. Ну давайте сейчас вот умрем. Думаю, вряд ли у вас будет ощущение. Можно я подумаю? А кто-то вот да. Интересно ведь. Понимаете, поэтому здесь очень сложный вопрос. Я, допустим, учился в советской школе, и для меня те события, когда произошли на Хадынском поле, они у меня вот здесь вот, как засели. Я учился в советской школе. Ну что поделать, ну давайте ругайте меня за то, что я учился в советской школе. Но меня учили так. Я впитал это, и для меня очень сложное отношение к Николаю, при том, что я современный человек. Он к Николаю кровавый, мы его помним как по школьным учебникам. Там вдалбилось сознание. Да, что он кровавый. Безусловно. Я убежден, что многие, если, допустим, говорить о зрителях или о тех людях, которые, допустим, посмотрели этот фильм и оценили по-своему, у многих, наверное, было как раз и такое мнение. Ну почему нет? Но для тех, кто действительно верует, и для тех, кто действительно понимает, что это была, конечно, чудовищная казнь и мученическая смерть за веру, за Отечество, безусловно, святые. Очень интересный вопрос. Поэтому сложно, сложно, поверите, нельзя говорить. Сложно и интересно. Вот действительно, почему монарха и Чен Фосини причислили к лику святых, а людей, которые совершили подвиг, приняли такую же мученическую смерть. Нет, зарубежная церковь причислила зарубежное русское. Ну, во всяком случае, да. Они раньше причислили всех, кто тогда... У нас этого не случилось.